МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комсомол возник в грозное суровое время. Советская республика тогда еще неокреплые контрреволюционные силы развязали гражданскую войну. РКСМ стал самым активным защитником советской власти. Молодежь, изучив военное дело, уходила на фронт. В борьбе с интервентами, благородицами и бандитами участвовало порядка 200 тысяч комсомольцев. Было проведено три всероссийских мобилизации. Среди тысяч комсомольцев, ушедших добровольцами на фронт, были и городчане. В мае 1919 года в первую мобилизацию комсомольской организации в Граце по-настоящему осиротела. Ушли лучшие из лучших все, кто стоял у истоков третьего интернационала, председатель комитета Николай Булыгин и почти весь состав совета. С винтовками в руках городецкие комсомольцы шли под свинцовые пулей белогвардейцев. Как они говорили, за великую мечту о свободе и счастье для всех людей труда. Под бесстрашный клич «Даешь» горачане бились с деникинцами на юге. В первой конной Буденного громили банды Антонова в Тамбове. Об этом в том числе рассказывает книга Сергея Малиновкина «Летопись комсомола». Сергей Пожарский и Артемий Василевкин сражались на Восточном фронте против Колчака. Новожилов Александр Алексеевич участвовал в боях под Казанью в составе Волжской военной флотилии на пароходе «Игорь». Там же в десантном отряде воевал омоз Кожевников, очищая берега родной Волги от белых. Война всегда привлекает романтически настроенных молодых людей, конечно, проявить подвиг, проявить себя, доказать, что ты нужен обществу, пойти в самое опасное место под пули. Самое дорогое у человека – жизнь. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы не сжег позор за подлинное и мелкое прошлое. И чтобы, умирая, мог сказать вся жизнь и все силы отданы самому прекрасному в мире в борьбе за освобождение человечества. Именно такими, судя по заметкам Малиновкина, и были городецкие комсомольцы. Среди них Алексей Клобуков, который в 19 лет погиб в бою с деникинцами под Курском. Публикация автора содержит воспоминания сестры Алексея, которая тоже активно участвовала в работе РКСМ в городце. Помню, уходя на фронт, брат сказал матери, «Ухожу, мама, защищать советское государство, чтобы народу и нам жилось лучше». Алексей любил жизнь, хотя она и не баловала нас. Любил коллектив товарищей, музыку, хорошо играл на балалайке, участвовал в струнном оркестре, хорошо учился, был дисциплинирован, очень нежно любил нашу маму, всегда во всем ей помогал. И Малиновкин заключает, «Да, жизнь оборвалась у брата, как у его сверстников и товарищей по оружию, рано. Ну что ж, долг перед Родиной для этих парней был прежде всего. Они выполнили то, что требовала от них партия, сегодня и видели в завтрашнем дне светлое будущее». Светлое будущее в городце после ухода активистов РКСМ на фронт строили полтора десятка шестнадцатилетних мальчишек и девчонок. Для пополнения организации в течение 19-го-20-го годов не раз проводились праздники День красной молодежи, но организация вновь и вновь редела в связи с частыми мобилизациями на фронт. Несмотря на это, работа на местах не затухала. Комсомольцы ставили спектакли в Народном доме, организовывали досуг молодежи в общественном саду на набережной городца, а 1 мая 1920-го года вместе со всей страной вышли на первый всероссийский субботник. Участники организации проводили митинги, участвовали в борьбе с саботажем советской власти, обучали грамоте населения, брали шефство над голодающими, беженцами с Поволжья, занимались политическим и атеистическим просвещением населения. «Это золотое время комсомола, потому что он был объективно в этот момент, как бы партия опиралась на него, коммунистов было мало, вот, их кидали с места на место и гражданская война, и строительство советской власти, кадров не хватало, и комсомол, конечно, был очень кстати для коммунистической партии. К тому же комсомол, он имел влияние на молодежь, то есть это были молодые ребята, и поэтому... А молодежь, она всегда, она задорная, она активная, она готова работать за честное слово, за красное слово готова работать, вот, у них неподдельный энтузиазм». В тылу и на фронте, в буденовках и шинелях, подчас необразованная и нередко голодная, но воодушевленная, высокая идея активная молодежь была в первых рядах становления советской власти. За боевые заслуги на фронтах гражданской войны всесоюзный комсомол в 1928 году был награжден орденом Красного Знамени, а в ледопись в ЛКСМ были вписаны первые героические страницы, в том числе обестраживших городецких комсомольцев, отдавших свои жизни за молодое государство и за счастливое светлое завтра.